А хлопать надо? Если хочешь хлопать, хлопай. Я знаю, что на видео всегда хлопаю. Зачем? Чтобы синхронизировать, типа, звук, запись звука, отдельный канал. Да, мы так не делаем. Ну, значит, я хлопаю вашему мастерству. Тонко, хорошо. Здравствуйте, уважаемые посетители сайта goodgame.ru. Если вы следите, а я надеюсь, что вы следите, рассмотрите все-таки видео, которое мы делаем регулярно с финалов по Warface Open Cup, то знаете, что за гости у нас традиционно практически на каждом сезоне появляются. Это Михаил Хаймзон, креативный директор. Я знаю, я просто сбился и пытался прочитать по губам. Креативный директор игры Warface. Так скажем просто. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Очень много... Просмотров много там? Сколько там просмотров? Миллионы, миллионы, да? Я на самом деле думал, когда ты подошел сегодня, ну, когда мы встретились, и ты упомянул интервью, я думал, ты смотрел прошлую... Я смотрю, но там же не видно, сколько просмотров. Там какие-то хитрые подсчеты просмотров, там на Ютьюбе мало. А-а-а... Ну, просмотры есть, это хорошо. Да. Да. Значит, в этом финале, во-первых, поменялась продакшн-студия, насколько я понимаю. И совсем все новые лица, которые сидят внизу, у них оборудование совсем другое. Лица, на самом деле, те, которые за кулисами тогда уже были подготовлены. То есть, это не какие-то люди совершенно левые проведенные. Это люди, которые уже... Просто они выдвинуты на более передний план, скажем так. Почему сменилась продакшн-команда, и какие результаты предварительно можно уже подвести? Могу точно сказать, что все игроки, которые играют, сказали в один голос, что это лучшая организация Open Cup, которая была на этот момент. Начиная с дизайна футболок, а заканчивая техническим оборудованием, уровнем компьютеров, подготовкой. Того, как им быстро дали настроить, все поиграть, подготовиться. В общем, это, наверное, самый лучший лан с точки зрения организации за все время. Мне понравились товарищи-операторы с рюкзачками, которые с камерами передают дистанционный сигнал на монтажку. Такого вроде не было в прошлый раз, или там с камерами обычными стояли? Я, если честно... На сцене стоят, снимают, все нормально. Я в шоке. Я таких не понимаю в вещах вообще ничего. Как они что-то передают, куда. И у них гарнитурки еще, так все, все осложено. Ну, реально, ну, растет, ну, явно растет во всех отношениях. Ну, и вот с точки зрения вот продакшена, там всякие маечки, вот эти вот чувачки стоят красивые, там огонь горит, там всякое. Вот все, ну все. Девушка на сцене, которая координирует еще что-то, с серьезным лицом. Да, не, серьезно, все растет, все развивается. Совершенно очевидно, что для всех нас, и как для нас, так и для Мауру, это приоритетная вещь, она никуда не денется. И мы будем, ну, может быть, не так быстро, как многим хотелось бы менять мне какие-то вещи, но все равно мы никуда не денемся. Расскажи, пожалуйста, про обновление, которое недавно вышло в игре. И почему обновление, ну, турнир идет не по нему? Наверное, потому что обновление зашло достаточно поздно, не успели все-таки все подготовить, вот, и, ну, рискованно такие вещи вводить в игру буквально за пару дней до Лана. Так что решили все-таки проводить на предыдущем. По составу участников, тут, насколько я понимаю, очень много тех же самых лиц, но есть вроде команда «Новичок», ты ориентируешься? Да, очень хорошо ориентируюсь, была команда «Новичок», среди них РЗ, единственный человек, который до этого был, по-моему, на Лане, он был на «Зимнем Лане». Вот, очень много перетасовок в звездных двух командах, АГ и Арена, вернее, АЭС, Старс. Вот у АЭС, Старс, Шаолини, Дина ушли в АГ, усилив ее значительно, и АГ сейчас, насколько я вижу, выиграли свою первую катку только что. Ну, с счетом там каким-то очень потным, 10-9 или 11-9, но выиграли. Вот, у них вместо, у АЭС, Старс, вместо Дина и Шаолини зашел Школоник, переманенный из коварных, и Вовка, который был забанен в предыдущем турнире. Турнире, да, там реально драма, да, там Санта-Барбара, все личные счеты, и очень поэтому команды стали равны по силе, по скилу, очень сбалансированные. Вот сейчас катка это просто показывает, что они там, вот прям вот за каждый пиксель они там воюют. Топовый финал. Что планируется в игре в ближайшие, какие-то анонсы предварительные хотя бы? Какие-то анонсы. Мы, ну, вот ввели, вот, а ну, сейчас ввели, там надо пару багов пофиксить, мы, багсов, багов, пару багов пофиксить надо. Ну, такие сложно, багсы, баги пофиксить, они сродни друг другу слова. Вот, да, очень хорошо зашла спецоперация, сделали там профи уровень очень хардкорный, людям реально сложно. Вот напоминают эти старые ликвидационные времена, когда просто все потели, чтобы пройти эту ликвидацию, для них очень многое значило. Вот так же сейчас, наверное, можно сказать с профи Анубисом, хардкор Вулкан тоже такой был жесткий. Вот, ввели рейтинговые игры, сейчас просто жатаж вокруг этих рейтинговых игр, это первая версия, мы очень сильно будем ее дорабатывать и развивать, но мы сошли нужным, что скорее выпустить ее так, собрать фидбэки игроков, посмотреть, как она работает в реальных, не в тепличных, а в лайвовых условиях, и уже потом дорабатывать, а не ждать там еще там 4 месяца, пока мы сами там наделаем, что там у нас в голове. Поэтому мы выпустили вот эту версию, она имеет некоторые какие-то недоработки, мы о них очень хорошо осведомлены, очень много фидбэков, фидбэков собрали, и в ближайшем будущем очень сильно будем налегать на именно эту составляющую, очень верим в это, что рейтинговые игры это то, что нужно в ПВП больше всего сейчас. Какие основные источники фидбэка от игроков, то есть вы с профессионалами, с казуалами, с нафорами? Везде, везде, и там просто разный уровень фидбэка, то, что интересует там кого-то магистра Йоду, не так заметно обычному игроку, все имеет право быть, поэтому мы всех слушаем и делаем выводы, ну вот в рейтинговых боях очевидно, что есть проблема реконекта, есть проблема бана за лив, есть проблема того, что люди хотят сдаться и не доигрывать катку, когда она очевидно проиграна, есть проблема наград за рейтинговые игры, что ты будешь получать, получив это же не просто в первую лигу пройти, что делать после того, как ты прошел в первую лигу, как делать так, чтобы продолжал им быть интерес дальше играть, ну очень много технических моментов учитывается, будем все это делать. А рейтинг считается по эловской системе или там что-то другое? Нет, там очень простая система, там выиграл, проиграл. Да, за каждую, нет у учета рейтинга, пока что это первичная система, не нужна сейчас на данный момент такая глубокая система, сложная. Вот эти все рейтинги лучше оставить для первой лиги, для тех, кто прошел в нее, чтобы они там уже между собой. И то, не так нужен рейтинг, как просто кто больше побед, например, наберет в первой лиге, грубо говоря, чтобы занять первую строчку рейтингов. Ну там вот, единственное, где рейтинг нужен, это скорее там, а движение по лигам очень простое. В каждой лиге нужно в начальных по 3-4 победы, потом уже 5 побед, там больше побед, чтобы пробиться дальше. Вот, накапливаешь победы и дальше, в следующую лигу. Но рейтинги, ну в смысле введение такого нового режима заметно повысило активность текущих игроков? Я не измерял активность, потому что сейчас лето, обычно летом активность в любом случае падает, но интерес к этому режиму беспрецедентно, огромное количество игроков играет в него. Почему раньше не сделали? Делали, делали разные вещи, много еще делали, всегда приходит время всего, и рейтинговые игры в разработке на самом деле находятся очень давно. Ну, когда ты говоришь, почему раньше не делали, делаются они-то уже, там, год, может быть, уже там пилятся эти рейтинговые игры, вот допилили, выложили. Делается же параллельно еще много всяких других разработчиков. А сколько, если не секрет, команды разработчиков игры? Около, в нашем офисе в Киеве, по-моему, порядка 160 человек. Ну, не все разработчики, я же считаю сейчас секретарь, там все, там, уборщицы, не знаю кто, но где-то около 160-170 человек, из них, ну, программистов, там, я не скажу, числых, там, грубо 30, говоря, не знаю, где-то так, наверное, тестировщиков, там, художников, аниматоров, так что, там, ну, надо, когда говорится 160, надо понимать, что из них программистов доля небольшая, среди этих программистов тоже делятся серверные программисты, есть, и поэтому непосредственно людей, которые в состоянии сделать такую вещь, как рейтинговые игры, не так много, и они доробятся на много других задач, так что специализации достаточно узкие у всех, нет такого, что программист может и сервер написать, там, и рейтинговую игру сделать, там. Летом, ты сказал, активность игроков снижается, будет ли финал летний? Вопрос к Mail.ru, ну, как я, я не знаю, это организационный вопрос, я, я-то что, я за, приедем, комментируем, подаем интервью, а как они решат, так и будет. Ясно, сколько у нас еще есть время, Евгения? Пять минут, пять минут, пять минут. Так, да, 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 да. Мы заметили, хотя, на самом деле, не так пристально следим за Warface, что было несколько, да, стыдно, стыдно, ладно, что на некоторых этапах была улучшена графика. Когда это произошло, и какие изменения были в двух словах? Когда это произошло? Это произошло прошлым летом, по-моему, мы улучшали графику. Вот, такие улучшения вообще в онлайн-проектах, вообще любые изменения в онлайн-проектах всегда вызывают, в первую очередь, кучу каких-то, вот. Даже если ты меняешь очень плохое на очень хорошее, первой реакцией все равно сказать, фу, ломали там, знаешь, всегда, да. Это нормально, поэтому, да, какие мы вещи, мы меняли распрыжку, мы ограничивали выход с подката, мы там лечь-встать ломали, и каждый раз мы хавали просто кучу за этого, вот, негатива. Но сейчас спроси любого человека, спустя два-три месяца, тебе никто не скажет, что какая-то проблема есть. Так, мне пишет жена, секунду, жена, да, все нормально. Вот, я здесь, я не работаю, привет, привет передаю любимой жене, детям, родителям. Вот, сложно работать с аудиторией, она требовательная, но, наверное, в этом есть определенный челлендж, фишка. Да, ну а что сделать? Ну, реально, привычка сильнее, наверное, адекватной оценки происходящего. Зачастую привычка игрока к чему-то очень плохому оказывается сильнее здравого смысла, когда всего-навсего надо неделю там подождать, и потом ты реально поймешь, что так стало правильнее. Вот, мне тоже самое вот проемку, которую мы сейчас сделали, это говорили, блин, что же вы сделали, рандомная отдача, фу, блин, хрень, нельзя играть. Сейчас топовая пуха вообще классная, прямо вот так вот и должно было быть всегда, вот это вот. Ну, короче, ну, оно всегда так, вот сейчас вот этот фиксим впадение там, вот, чтобы было сенса там нормально лечь-встать, чтобы нельзя было там крутиться в положении лежа вот так волчком, тоже схавали, конечно, мы, вот, ну, это нормально. Ну, напоследок у нас осталось буквально пару минут. Что хочешь пожелать там игрокам, командам, все, что хочешь, скажи. Хочу, чтобы в Warface играло в сто раз больше людей, чем сейчас. Хочу, чтобы все-все заходили и играли в Warface. Это лучшая игра, в ней есть самые классные спецоперации, в ней есть офигенный, динамичный ПВП, идите к нам. Играйте в нашу игру, не играйте в все остальное, в эту фигню, не играйте в нее. Играйте в Warface. Лучшее вообще, что может быть. Мы здесь для вас, улучшаем, делаем все постоянно, регулярные обновы. Не то, что там раз в год где-то у кого-то, каждый месяц. Да. Спасибо большое. И вам спасибо.